Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ и я ее ведущий Сергей Волков. Мы находимся на Волжской набережной. Сзади нас плавательный комплекс спортивного клуба армии. Раньше он назывался ЦСКА ВВС, сейчас ЦСКА. И вот на водных дорожках этого спортивного комплекса в истории самарского спорта выросло не одно поколение замечательных пловцов, настоящих звезд российского и мирового плавания. И вот новое поколение пловцов подросло и я хочу представить вам восходящую звездочку нашего мирового российского плавания. Человека, который завоевал путевку на Олимпийские игры в Бразилию Семена Маковича. Мастер спорта международного класса по плаванию. Рост 180 сантиметров, вес 76 килограмм. Родился 13 июля 1995 года в Тольятти. Плаванием начал заниматься 7 лет в учебно-спортивном комплексе Олимп. Тренер Юрий Кириченко. Достижения. Победитель Кубка России на дистанциях 200 и 400 метров в комплексном плавании. Победитель и рекордсмен первенства Европы. Трехкратный серебряный призер первенства мира. Участник всемирной летней универсиады в Казани. Финалист чемпионата Европы на дистанциях 200 и 400 метров в комплексном плавании на короткой воде. Победитель чемпионата России на дистанциях 400 метров. Серебряный призер на дистанции 200 метров. Победитель чемпионата России на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием в коротких воде. Рекордсмен страны на дистанциях 400 метров в 25-метровом бассейне. Финалист чемпионата мира. Победитель чемпионата России на дистанциях 400 метров комплексным плаванием. Призер чемпионата России на дистанциях 200 метров. Участие в чемпионате мира. Победитель чемпионата России на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием. Завоевал путевку в составе Олимпийской сборной России на игры 2016 года в Бразильский Рио на дистанции 200 метров комплексной плавы. Студент с третьего курса Самарского государственного университета путей сообщений. Представитель Самарского центра олимпийской подготовки. Здравствуй, Семен. Здравствуйте. Очень приятно видеть тебя рядом с центром подготовки пловцов высочайшего уровня. Так получилось, что теперь и ты продолжаешь, подхватил эстафету наших старших товарищей. Я думаю, что многое вот здесь напоминает как раз, как творилась история мирового плавания. А вот, кстати, на заднем плане, если увидят наши телезрители, там уже портрет Семена Маковича и Александра Кудашева. Вот воспитанников нашего Самарского плавника, на которых мы делаем, конечно, ставку. Вот изучая твою биографию, я с удивлением обнаружил, что ты родился 13 июля. Естественно, мне сразу возник вопрос. А ты не суеверен? Как ты относишься к числу 13? Я суеверен. И число 13 – это мое любимое число, и которое приносит мне только удачу. Я сделаю его для себя таким. Вот немногие наши телезрители и те, кто смотрит наши программы, немногие знают, кто такой Семен Макович. Вот как бы ты сам себя представил нашим телезрителям? Это кроме нашей визитной карточки. Я обычный парень, который вырос в среднестатистической семье, который очень хотел плавать, очень хотел заниматься спортом и очень хотел победить. И все-таки рассказать о том, что есть такой Семен Макович. Ты знаешь, вот в свое время я бегал 400 метров с барьерами. Это настоящая лошадиная дистанция в дисциплине королевы спорта. А в плавании, вот мне кажется, 400 комплексом – это вот как раз та самая тоже лошадинная дистанция. Это длинный спринт, и он не короткий, и, может быть, и не совсем длинный, есть подлиннее дистанции. Но только нужно иметь здоровье, чтобы добиваться результатов на 400 метров комплексом. Ну, глядя на тебя, скажу, ты не производишь вот такое впечатление, такого, знаешь, Малка Фелпса, нашего суперзвезды мирового плавания. В общем-то, действительно, вроде бы как обычный парень, обычный плавец. Как тебе удается так быстро плыть? Ну, я, конечно, да, не выгляжу как Майкл Фелпс, но, к сожалению, я пока и не плыву так, как он. Нужно еще немножко поработать и над выносливостью, и над силой. Но я, может быть, скорее всего, беру характер. Что я очень хочу победить, я очень хочу доказать, что я все-таки не обычный плавец, как бы со стороны можно подумать. И поэтому мне это очень помогает. Ну, а вот идеал современного плавца, вот ты его представляешь? Каким ты должен быть? Я не знаю, там, может быть, бицепсы нарастить, я не знаю, там, немножко подрасти еще. Ну, да, есть, конечно, несколько недостатков, которые я хотел бы убрать. Это все со временем можно будет исправить, и по пути еще быстрее. Ну, вот ты второй после батутиста Юдина, Андрея Юдина, который завоевал путевку в Рио. Ну, я думаю, что теперь после этого тебя в Тольятти все узнают уже на улицах. Ну, знаете, в Тольятти очень немногие меня знают, и нечасто берут интервью, и как-то не показывают по телевизору, в общем-то. Поэтому в Самаре даже меня знают больше, чем в Тольятти. Ну, я думаю, что сейчас ты делаешь все, чтобы, так сказать, Слава к тебе пришла, мировая известность. Ну, я стараюсь, да, пытаюсь выигрывать, чтобы меня заметили и в Тольятти. Кто-то есть для тебя, я не знаю, кумир или спортсмен, пловец, на которого ты стараешься подчеркнуть, взять лучшие черты этого человека? Ну, знаете, никогда не было таких прям кумиров, чтобы прям висели постеры чьи-то. Вот знаете, кумиры, наверное, есть только автомобили у меня. Очень люблю автомобили. Это, ты знаешь, для нас не секрет, потому что в Тольятти, жители Тольятти, они все любят автомобили. У нас там трассы раллильные, и гонки очень часто проводят. Но таких, чтобы людей у меня нету, но от каждого человека можно взять что-то хорошее. И я стараюсь это заметить и перенять в себе. Продолжая вот автомобильную тему, я думаю, что если ты не стал, наверное, пловцом, ты стал бы автогонщиком, да, я так понимаю? Все мальчишки грезят Тольятти погоняться на автодроме. Да, думаю, да. Иногда даже по выходным езди на трек и гоняю. Отлично. Дрожь в коленках присутствует. Вот тебе скоро ехать в Рио, плыть с величайшими звездами мирового плавания. Среди них будет 18-кратный олимпийский чемпион Малк Фелпс, американец. Испытываешь ты чувство своей второсорсности перед такими великими спортсменами? Или ты готов с ними сразиться и доказать, что ты не хуже этих ребят? Знаете, я очень давно уже с ними соревнуюсь, на многих соревнованиях уже с ними был. И знаете, дрожжи в коленках вообще не присутствуют, потому что я уже плавал с ними и выигрывал их иногда. Даже у Фелпса? Ну, не у Фелпса, конечно, но у более слабых его также соперников, которые специализируются на моих дистанциях. В некоторое время, так скажем, не на основных соревнованиях, я у них уже выигрывал. На всяких простартовках, на этапах Кубка мира. И поэтому я с ними уже со всеми знаком. Мы иногда разговариваем, поэтому я нисколько не нервничаю и не чувствую своей второсорсности и готов бороться за первый сор. А какую задачу ты поставишь себе вот там в Рио? Ну, это для меня первая Олимпиада и вся эта атмосфера олимпийская, я думаю, мне даст еще больше сил, настроения хорошего. И для меня минимальной задачей будет попасть в финал на Олимпийских играх на 200 и на 400 метров комплексно. Ну, вот многие говорят, существует такое мнение, что Семен Макович такой везунчик. На чемпионате мира, отбирался на чемпионат мира в Казани, не выполнил норматив, значит, попал, был участниками. Теперь не выполнил олимпийский норматив, попал. Вот как ты можешь объяснить, что ты оппонентам можешь сказать по этому поводу? Нет, ну, на Олимпийские игры я норматив выполнил, но, к сожалению, я выполнил мировой норматив, но не наш российский. На чемпионате мира я тоже выполнил норматив, но он был юношеский. Так как я еще был более юного возраста, и для меня сделали, для нас всех сделали небольшую поблажку, чтобы мы тоже могли использовать этот шанс и поехать, так сказать, для опыта. То есть тренеры взяли тебя на перспективу? Будем откровенны. Да, взяли на перспективу. Авансом? Некоторым авансом, да? Ну, некоторым авансом, да. Потому что бороться за медали, понятно, что тебе тяжеловато, потому что сейчас идет процесс адаптации, переходный такой возраст, и пора такая. Из юношей ты ушел, из юниоров ушел, к взрослым еще не совсем прибился, потому что там плывут уже настоящие мужики, закаленные бойцы. Тяжеловато с ними. Скажи, а вот чем тебе интересно будет Бразилия? Бразилия, конечно, славится карнавалами, славится статуей. То есть ты приехал, из-за самолета бегом на карнавал, надо посмотреть. Потом будем отбираться в финал олимпийский. Нет, конечно, в первую очередь у меня на уме это плавание, правильно подвести себя к старту. А вот уже после старта уже можно немножко и морально отдохнуть. Среди твоих будущих соперников Бразилия, тех, кто поплывет с тобой, будет отбираться вот в этот олимпийский финал, есть люди, которые непревзойденные просто. То есть фавориты стопроцентные. Те, до которых еще тебе плыть и плыть. Ты знаешь этих ребят? Ну вот раньше это был Майкл Феллпс, да. На многих дистанциях был недостигаем. И все-таки в Лондоне его, на его коронной дистанции, так скажем, его все-таки обогнали. Поэтому недостигаемых людей нет. И это только зависит все от меня, как я буду тренироваться и готовиться к империи. В легкой атлетике был такой барьерист, 400 метров с барьерами. Джон Акибуай, известный такой. Орион 50 стартов, у него рекорд такой, по-моему, 49, он выиграл так в легкую. И вдруг 18-кратный чемпион Майкл Феллпс уступает там каким-то малознакомым пловцам. Как ты думаешь, он сильно прибавит к олимпиаде? С ним действительно можно будет побороться? И как обогнать человека, у которого, если я не ошибаюсь, там 50-й, по-моему, размер стопы. У него как... Ну да, ласта. Да, ступня как ласта. С ним, конечно, будет тяжеловато побороться, так как он уже и более опытный, и у него очень богатый послужной список, так скажем. И, конечно же, по параметрам я телесным немножко ему уступаю, и по размаху рук, и по... так же и по ноге, по размеру. Ну, я... не сказать, что я еще не готов с ним бороться, но и то, что какую-то серьезную конкуренцию ему создать, я, мне кажется, тоже не смогу. Ну, определим окончательный вариант, так сказать, ответа. Ты будешь рад и счастлив, если ты на первой своей жизни олимпиаде попадешь в олимпийский финал. Да, в восьмерку лучше. В восьмерку. Да. Ну, а дальше там уже как получится. А там уже хорошо все будет. Ну, а теперь давай вернемся в твое счастливое детство. Расскажи, пожалуйста, откуда взялся вообще Семен Макович? Кто папа, кто родители, кто... твоя семья, твое окружение? Ну, родился я в Тольятти, папа у меня работал на автолазе, мама в магазине. Ходил в садик рядом с бассейном, и к нам в садик пришли тренера с новым набором. Говорят, ну, те, кто хотят плавать, пойдемте с нами. Ну, и меня родители отдали тогда. Поначалу я не очень хотел плавать, и постоянно прогуливал, когда уже немножко подрос. Ну, тренер меня постоянно ругал, что я ничего не делаю, ничего не хочу. И как-то на одних соревнованиях, это были мои уже не первые соревнования далеко, я как-то встал на пьедестал, на третье место. И знаете, вот этот вкус, когда ты чувствуешь, что ты не самый последний, что ты на пьедестале, и на тебя все смотрят. Мне это очень понравилось, меня это подстегнуло. И я стал усиленно тренироваться. То есть ты серьезнее стал относиться к плаванию уже? Вообще к спорту. И поставил его на первое место в жизни. И как быстро к тебе пришли эти успехи? Первые вот. Первые успехи ко мне пришли через пять лет после того, как я начал усердно тренироваться. Это были первые мои всероссийские соревнования. Веселый дельфин называется. Проходят они в Питере каждый год. Там я занял второе место. И нашей командой мы там заняли два первых. Я знаю, что в Тольятти у вас вообще веселая такая, хорошая, крепкая, сплоченная компания подобралась там. А чем ты можешь объяснить, что вот такая плеяда ваших тольяттинских пловцов вот так резко раз и поднялась? В последнее время начали обгонять самарских уже. Как мне кажется, это профессионализм тренера. И все-таки они как-то более, не то чтобы любят своих спортсменов, а более ухаживают за ними. Так скажем, постоянно следят, контролируют, что они делают, как они делают. И не только в бассейне, но и за пределами, да, по жизни. Они учат, стараются дать какой-то совет. И поэтому, мне кажется, мы такие более дисциплинированные и поэтому плывем. А почему ты выбрал такой лошадиный вид плавания, как 200-400 комплексов? Это подразумевает, ты знаешь, быть универсальным пловцом. И хорошо плавать кролем, и бутерфляем, и на спине, и так далее. Ну, знаете, когда я был раньше маленький, я очень много всяких разных дистанций плавал, прежде чем я нашел себя. Я поначалу плавал 1500 метров, я плавал кролем очень много. Потом я начал плавать 100 метров дельфином. И вот после первых моих соревнований всероссийских, после веселого дельфина, я попробовал проплыть комплексом. Потому что на этих соревнованиях это была обязательная дистанция. И мы ее немножко подготовили, и у меня довольно-таки неплохо получилось, мне это понравилось. И мы стали это усовершенствовать. И предыдущие мои дистанции, так сказать, не помогли в этом. То есть я был выносливым на 1500 метров, и у меня был хороший спринт на 100 метров. И это как-то все хорошо так сочеталось, что на 200 и 400 комплекс это очень хорошо легло. Поэтому я выбрал именно этот спорт. Сейчас очень много всяких споров между тем, какая дистанция самая тяжелая, 200 дельфин, 1500 кролем или 400 комплекс. Но я считаю, что 400 комплекс самое тяжелое, потому что здесь и несколько видов спорта. Это очень тяжело в плане дыхания, что ты плывешь сначала одним способом, потом переключаешься на другой. Это забивает дыхание постоянно, и это немножко тяжеловато. И поэтому многие соглашаются со мной, что вот и 400 метров это самая тяжелая дистанция. А что вот сейчас в современном плавании главное? Вот быть таким высоким пловцом баскетбольного роста, накачанным, мощным, ну таким как Усейн Болт, например, левоатлетический спринтер, да? Или вот таким компактным, таким миниатюрным, изящным, легким на воде? Ну, знаете, вот мое видение, что нужно быть очень техничным в плавании, и не нужно иметь такие здоровые банки, вот, например, как у Усейн Болта, да? Или есть некоторые такие плавцы, которые, ну, как атлеты выглядят. С такими плечами, широкими. Не, ну широкие плечи, это хорошо. У тебя, кстати, вот нормальные плечи, я не вижу, что они квадратные. Ну, потому что ты борешься в воде с сопротивлением, и тебе очень важно чувство воды иметь, и это тебе поможет. Ты скажи, вот твоя самая любимая, как бы, вид, это кроль, спина, что? Батерфляй, что? У меня самое любимое – это дельфин. Батерфляй – это первые 100 метров, и на спине – это вторые 100 метров. То есть порхаешь, как бабочка? Да. Летишь над водой, и это дает тебе уже какое-то определенное преимущество. Да, потому что я могу легко начать и не устать при этом. И дальше уже у меня будет больше силы, нежели моих соперников, которые, так сказать, не любят дельфин, и им он тяжело дается, потому что это самый силовой вид спорта. То есть в главной плавании все-таки не сила, а выносливость. Выносливость и техника. Ну, естественно, как и… Как и везде. Как и везде. А вот ты скажи, а вообще ты чисто любилый парень? Я очень педантичный. Я люблю, чтобы все было на своих местах, и чтобы, да, было у меня чисто. В моем номере на сборах или у меня дома, чтобы нигде ничего не валялось, чтобы все лежало на своих местах. Ну, вырастешь хорошего отца, семьянина. Что ж, это очень даже хорошо. Ну, а не подумываешь пока, чем будешь заниматься вообще в этой жизни после того, как останешься с плаванием? Или плавание для тебя – это все-таки основное? Знаете, я тоже много над этим думал, и я скажу, что я бы хотел остаться в спорте. Я не говорю именно о плавании. Да, плавание для меня в данный момент – это многое. И уходить я пока не хочу, и также я пока не хочу заводить семью. Но что я хочу идти дальше по жизни со спортом – это точно. А что в жизни, вот кроме плавания, что тебя еще интересует? Вот, Макович, можете себя проявить, например, в строительстве железнодорожных мостов? Вот, например, ты станешь вторым Крыжжановским, который строил мосты, в том числе и Сызранский тебе известный мост. Да. Ну, нет, с мостами я пока не очень дружу, и у этого учеба мне тяжеловато дается. Много для меня непонятного, и я думаю, что свою жизнь я бы со строительством мостов бы не связал. То есть все равно придется получать второе образование, как ни крути. Как ни крути, да. Ну, если еще время передумать и вообще все исправить, особенно после Рио… Да, согласен, в жизни бывают всякие разные повороты. Поэтому всякое может быть, может быть, я и буду строить железную дорогу все-таки. А вот свою жизнь ты все-таки связываешь с родным городом, с Тольятти, с Автоградом, с Самарой, в конце концов. Я думаю, что у нас так принято вообще. Вот все жалуются тренера, что бегут у нас спортсмены из Тольятти, из Самары, все бегут в поисках лучшей доли в Москву, на пряники, на куличи, которые обещают, и так далее, и так далее. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я считаю, что наш, конечно, труд тоже тут не, как вам сказать, не до конца оценен в плане финансов. Но наша область очень… Ну, имеет хорошую историю, наверное, просто традиции какие-то, да, в плавании? Ну, нет, она любезна, и она заботится о спортсменах, так вот, чтобы они не уходили. И она старается, так сказать, угождать всем прихотям нашим. А вот ты скажи, часто к тебе подходят молодые ребята, интересуются, спрашивают, просто щупают, что ты вот такой великий спортсмен, пловец известный. О чем тебя спрашивают ребята в первую очередь? Ну, чаще всего, как добиться успеха, как все-таки выплыть из, грубо говоря, маленького нашего города на мировую арену, на такие престижные бассейны олимпийские. Вот, и в основном маленькие ребята, да, подходят, фотографируются очень часто. Ну, я им всегда отвечаю, что это прежде всего это работа и пахота, и только этим вы сможете чего-то добиться. А ты сформулировал для себя золотое правило спортсмена, пловца, я не знаю, вот какой-то постулат, который ты придерживаешься и стараешься по нему жить? Ну, самое главное, чтобы добиться какого-то успеха в плавании именно, да, ну, это нужно работать очень много, это не вывозить из бассейна. И, честно говоря, на другое как-то времени там уже не остается, и думать как-то... А ты исчерпал свои физические, не знаю, возможности? Ты достиг своего предела совершенства? Нет. Ты чувствуешь? Нет, я этого не чувствую, да, предела еще очень много, и в плане морального, и в плане физического еще очень большой запас. То есть ты еще в начале пути? Я только в начале, да. На еще сколько у тебя олимпиад, как ты думаешь, впереди, вот кроме Рио? Три. Здесь будем считать, что ты просто разгонишься, скажем так, втянешься, втянешься, а потом ты уж на всю полную катушку. На три олимпиады я еще рассчитываю впереди. Отлично. В жизни вот человека, который вдруг вытащил счастливый лотерейный билет, которому объявили, что ты в составе олимпийской сборной, какие эмоции вот были, когда тебе сказали, Сеня, ты едешь в Рио? Ну, первое, конечно, впечатление – это была радость. Это была радость и счастье, что все-таки я не зря работал столько, и я смогу участвовать на самых престижных соревнованиях в мире, на которые каждый спортсмен хочет попасть. И я был, естественно, рад, что у нас с тренером все так хорошо получилось. Он тоже вложил немало усилий ради этого. Также и родители его меня поддерживают постоянно, когда я часто в разъездах. – А ты один в семье? – Нет, у меня еще два брата есть. – Вот так, у нас многодетная семья и все пловцы, ребят. – Нет, старший брат у меня раньше был футболистом профессионально, играл в нашей Тольяттинской «Ладе». – Да, и младший брат у меня тоже пловец. – То есть у вас такая спортивная семья? – Да, и папа у меня был лыжник, и поэтому мы все, да, со спортом тесно дружим. – Ну что ж, это нормальная тольяттинская семья. – Это нормально, нормально. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы вот сейчас до Бразилии, до Рио? Чем ты будешь заниматься? – Сейчас я уеду на сборы, сначала в горы, потом буду в Москве на спортбазе «Озеро Круглое». После чего мы полетим на акклиматизацию в Португалию и уже непосредственно в Бразилию. Ну, пока на уме только работа, подготовка к Олимпиаде. – Как родители отнеслись к тому, что ты включен в Олимпийскую сборную России? – Ну, конечно, все были очень рады, очень горды. Немыслимое счастье, так скажем, для них тоже было, так же, как и для меня. Они также со мной всегда плавают на соревнованиях и очень переживают. Чтобы ты посоветовал, с чего начать, каких ошибок не надеялось, чтобы стать участником Олимпийских игр. Или вот берите за образец, биографию пловца Семена Маковича и шуруйте по ней. Вот только так. Рекорды бейте, показывайте быстрые секунды, пошите с утра до вечера. Три тренировки в день или четыре, да? – Четыре. Четыре тренировки в день. Ребята, четыре тренировки в день. И я думаю, что объем этот будет к Бразилии увеличиваться или, наоборот, будут объемы спадать? Нет, объем будет только увеличиваться и непосредственно к самому старту уже, когда пойдет там акклиматизация, мы немножко снизим объем работы, чтобы я немножко отдохнул перед стартом и, так сказать, смог выплеснуть все, что могу. Ну, а совет бы я дал, конечно же, работать и не брать вот так вот за чью-то биографию и идти по ней по жизни, потому что каждый человек индивидуален и он должен строить свою историю и все должен делать по-своему, так, как хочет. Ну, естественно, без работы, без паха ты такой никуда ничего не добьешься, никуда не попадешь. Что бы ты вот пожелал себе вот в преддверии Олимпийских игр, вот осталось два месяца, совсем немножко? Я бы пожелал себе спокойствия и работоспособности и все. Семен, а мы тебе желаем вот на заднем плане, здесь на фронтоне плавать на бассейне на ЦСКА висит твой снимок вместе с Сашей Кудашевым. Здесь вы веселые, счастливые ребята, готовитесь еще, мечтаете попасть еще в Олимпийскую команду, а мы мечтаем тебе, чтобы ты избрали. Все-таки постарался и приехал с медалью, и чтобы фотографию сделали новой, уже с Олимпийской медалью. Спасибо большое, я буду стараться. Желаем тебе успеха. Спасибо. Ну, а вы болейте за спортсменов Центра спортивной подготовки. В преддверии Олимпийских игр в Рио вас ожидают новые приятные сюрпризы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова